всем привет это я аленчик добро пожаловать на мой канал и сегодня меня не будет в кадре не хочу отбирать лавры у моего мужа сергея прошу любить и жаловать он придумал для меня одну такую классную полезную поделку сразу скажу что это будет что-то необычное пока не хочу раскрывать секрет вы увидите это в процессе и я уверена что вы не сразу догадаетесь что он делает он рассказал мне о концепции но я до последнего не могла понять как он это сделал и для того чтобы что-то начать мастерить конечно же нужно сходить в магазин купить нужные какие-то детальки и он купил какие-то мелкие штучки для соединения проводов пилку для лобзика белую акриловую краску клей пва лампочки и кучу еще других мелочевок а это кстати губка типа наждачка и он попросил меня принести с балкона кусок фанеры и миску и вот он нарисовал два круга одинакового размера и что-то там примерял с лампочками и тут я уже начала догадываться и в общем а он начал делать какие-то лекала из бумаги их обводить и соответственно потом он будет их вырезать таких вот странных штук он нарисовал три не вообще было непонятно что он собирается делать а пока серега вырезают я включаю брутальную музычку поехали и и и Продолжение следует... 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 Мне кажется, что так красивее. И дальше нужно сверху тоже смачивать салфетку ПВА и водой, чтобы она распределилась максимально. И все лишнее я, видите, просто обрываю руками по кругу. Главное, сильно не дергайте. И вот это еще сырой вариант, но уже видно, что ни одной складочки нет. А даже если есть эти складочки, то в процессе высыхания салфетка стянется. Мне уже нравится дикая эта люстра. Она получилась сейчас в стиле рустик, но я же не такая, я же люблю все яркое. И я сделала краску такую салатовую, то есть из зеленой и желтой краски. И начинаю раскрашивать плафончики, то есть это уже плафончики. И сначала, видите, я сделала их частично зелененькими. Типа это зеленая часть, допустим, розочки. А сами вот цоколи я раскрашу потом в красное. Ну, вы увидите. Я уверена, что найдутся люди, которые скажут, что на этом моменте надо было остановиться. Но я не такая, как я сказала. Поэтому я хочу розы. Хочу розы, тем более в мою комнату. Что хочу, то и делаю. И я очень и очень аккуратненько кисточкой раскрашиваю вот эти цоколи, чтобы, не дай бог, попасть этой красной краской куда-то еще. И если вы думаете, что она наделала, какое уродство, то рано радуйтесь. Я сейчас буду подводить все, чтобы был единый цвет, единая стилистика. И видите, я подрисовала немножко розы, дала им более яркий цвет. И покрасила все, все, все внутри. То есть там же провода и вот эта треугольная конструкция. Я все красиво закрасила и теперь ничего не бьет в глаза. То есть это смотрится очень интересно, очень ярко. И теперь я решила еще добавить такой элемент, как шнур из бечевки. И видите, я соединила в кольцо таким образом, чтобы спрятать все кончики. И было минимум уплотнения в этом стыке. И посмотрите, что я сейчас буду еще делать. Я взяла потоньше бечевочку и обматываю вот эти плафончики. То есть делаю такую намотку в виде треугольничка. Никак не могу определиться, какой все-таки у меня стиль получился. Прованс или кантри или рустик. Подскажите мне в комментариях, кто разбирается, что у меня получилось. Вот я обмотала с одной стороны. Теперь обмотала бечевкой и со всех сторон. Чудеса монтажа. Кстати, этой бечевкой я прикрыла провода, которые идут от цоколя. И уже сейчас я прямо приклеивать буду крупный шнур по кругу. Я его приклею сначала точечно, чтобы он не смещался. Не менял форму, потому что я выкладывала долго, чтобы он был идеально круглый. Но все равно он потом немножко деформировался. И чего-то нам не хватает. Например, лампочек. И теперь я вкручиваю все одинаковые лампочки. И Сережа купил почему-то их все в теплом цвете. Мы потом их поменяем. И посмотрите, что у меня висело. Та-дам! Продолжение следует... Я надеюсь, вы поддержите это видео лайком. Подпишитесь на мой канал. Напишите Сереге в комментариях что-нибудь приятное для него. Ну, скажите, что он хороший и молодец. Увидимся в следующем видео. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...